Да, да. Так, секундочку, коллеги, сейчас один аспект. Вот теперь это должно пойти. Слайды меняются? Да. Да, хорошо. Сейчас, еще один пункт. Господи, где он? Понятно. Так, уважаемые коллеги, спасибо за возможность выступить в Санкт-Петербурге на Конгрессе. Сегодня доклад имеет скорее историографический информационный характер. На титульном слайде вы видите слева надпись исхода Капур, найденную в конце XIX века на острове Банка. В этой надписи упоминается вала Шри Виджая, армия Шри Виджая. Эту надпись Хендрик Керн, который ее первым перевел на западные языки, на голландский, считал свидетельством деятельности царя по имени Виджая. На титульном же слайде вы видите два иероглифических обозначения. Слева Шри Виджая, справа Саньпоцы, который наш известный всем префей истории Юго-Восточной Азии, Жорг Сюдес, стал считать обозначением царства Шри Виджая, не именем правителей, а именем царства. Здесь портрет Сюдеса, в 1918 году вышла его статья «Льогайом де Шри Виджая», и с этого момента представление о Шри Виджае господствует в историческом представлении как рассказ о могущественной империи. Собственно, на слайде мы сейчас видим следующего автора, который собрал данные из источников, сделал выписки. Это Габриэль Ферран, автор статьи «Льемперия Суматранской империи Шри Виджая», тем самым статус государства был повышен до более масштабного монархического образования, чем просто царства. Эту концепцию закрепил американский исследователь Уолтерс. Я хотел найти его фотографию, но не нашел. Видимо, он как-то сильно затекречен. Уолтерс – автор двух известных работ по Шри Виджая. Первая – его диссертация, а вторая – это просто его продолжение. Диссертация ранней инонезийской торговли, исследование происхождения Шри Виджая. Опубликована она была в 1967 году. И спустя три года он же провел работу падения Шри Виджая в малайской истории. На карте у нас стрелками обозначены два района – Полимбанг и Джамби. Оба эти района связываются с историей Шри Виджая. Ну вот, Полимбанг со времен Сиодеса считается тем самым центром, где располагалось место правителя. Там найдены некоторые малайские тексты, древние малайские тексты, надписи. Что касается Джамби, эту область отождествляют с Малойюй, Малойюй и Дзина. Считается, что эта область была подчинена Шри Виджае в VII веке как раз при проявителе Джая Наши или Джая Наги. Джая Наги более популярна сейчас, поскольку имя имеет хоть какой-то смысл в санскрите. Это Полимбанг, и поскольку самая известная область из Сабукин Кинг высечена на скале, где семь капюшонов змей-кобр, текст присяги самый полный, самый хорошо известный, считается, что Джая Нага – это имя правителя. И при нем, вроде как, в VII веке н.э. было подчинение области Джамби, области, которую отождествляют с Малойюй и Дзиновским. Собственно, это классическое представление о Шри Виджае. Соответственно, вот уравнение Шри Виджае – это то же самое, что Шалифоши, то же самое, что Саньфоцы. Шри Виджае – это термин, который есть у того же Идзина, китайского паломника VII века. Он прожил в Шри Виджае довольно долгое время, рассказал о том, что там тысячи буддийских монахов изучают дхарму и так далее. Ну, в общем, это известные вещи из учебников, поэтому подробно на них не останавливаюсь. Посольство Шри Виджае приходило к двору там до 742 года, с чего пропали. А что касается Саньфоцы, то обычно указывается, что дата правопосольства – 904 год или 960-961. Соответственно, М-банк считается центром Шри Виджае до конца XI века, примерно до 1080-х годов. Джамби – это центр Шри Виджае как раз с 1080-х годов, с конца XI века. Это позиция, которую можно встретить в книжках Уолтерса. Есть еще некоторые варианты, куда Шри Виджае могла переместиться до XI века. Это область Малазийская Кеда или Чхая. Для этого есть определенные основания в том, что как раз в VIII веке упоминается… Вернее, есть находка надписи из Чхая или из Легора с упоминанием Шри Виджае. Легорская стела, которую переводил СЮДЭ в статье 2018 года. Ну и еще один аргумент – это то, что, собственно, правители Кедаха упоминаются в большой и малой надписях чолов, когда они рассказывают о большой и малой лейнденских надписях чолов, где они рассказывают о монастырях, которые основали на территории Ланды в Индии. И в храмах, которые основаны правителями Калаха, Шри Виджаи. Вот, Шри Виджаи отождествляют с Заджи Малазийской Кроши. Тоже довольно распространенная схема, концепция с времен того же СЮДЭСа. Таким образом, это классический подход к историографии. Но вот дело в том, что именно этот подход сейчас несколько изменился. Сейчас видно желание исследователей пересмотреть традиционные представления. Но, с одной стороны, у нас есть Манген и археологи, которые активно изучают область Поленбанга и Джамби, долины рек Муси и Батанхари. Там найдено довольно много оснований храмов, множество находок керамики. Это закрепляет представление о том, что Поленбанг все-таки был крупным центром торговым и политическим в VII-VIII веках нашей эры. Что касается Джамби, то там комплекс Муара-Джамби чуть позднее, он примерно IX-X века. Но, тем не менее, связь с Суматрой и древней историей археологической Суматры сейчас достаточно неплохо известна, во всяком случае, этих районов. Но есть китаисты, их несколько. Стивен Хо, Йоханнес Курц и Лиам Келли. Лиам Келли сейчас один из революторов журнала «Китай и Азия», который издает издательство «Бриль». Так вот, что касается пересмотра китайских свидетельств. Стивен Хо утверждает, что ключевой торговый путь – это Зонский пролив, а не Малакский, по крайней мере, в V-VIII веках нашей эры. Именно там шли основные коммуникации. И поэтому вообще движение к Малаюю, вот этому у Идзина, который располагается западнее, в описаниях западнее Шалифоши, надо трактовать в том смысле, что на самом деле Малуюй находился вообще либо в Зонском проливе, либо даже на юго-западном побережье Суматры, соответственно, уже в акватории Индийского океана. А отнюдь не в Джамбе. Соответственно, Малаюй – это не Джамбе, это позиция Стивена Хо, его статью 17-го года можно найти в интернете. Что касается уравнения Калах-Кедах, его тоже Стивен Хо отрицает, отождествляет Калах с упоминанием Гэло в китайских текстах, и опять же размещает его на юго-западном побережье Суматры, исходя из того, что Зонский пролив был главным. Ну, позицию по поводу Зонского пролива, в принципе, можно найти в историографии. Если вы помните, Сергей Всеволодович Куландов всегда подчеркивал, что именно там шел паломник Фасянь еще в V веке нашей эры. У Фасяня такое описание путешествия, что, собственно, через Малакхский пролив он никак не мог двигаться. Малакхский пролив местами 15 километров всего, и ситуация, когда вы не видите Землю в течение 90 дней, а потом вдруг оказываетесь в стороне, это решительно невозможно. Дальше. Соответственно, представление о том, что Шривиджая – это вообще Шелефоша. То есть Шелефоша – это нормальная транскрипция слова Шривиджая. Стивен Хо ее тоже отрицает. Здесь в скобках я оставлю филологам правильное произношение всех этих фонетических обозначений. Это реконструкция пулебленка, чтение в среднекитайском языке этих иероглифов. Ну, в общем, Стивен Хо считает, что здесь нет никакой Шривиджая. Тут нет этого звучания. Тут нужно читать что-то другое. Возможно, Пхога, Пхуджа, Пхуджа, что-нибудь в таком духе. Соответственно, представление о том, что Сань Фоци, который часто буквально переводится как Тривиджая, но там цитный иероглиф Сань, тоже нужно отбросить. Он, Хо, исходит из того, что сам Пхуджи… Как вот это прочитать? Я даже боюсь представить. Связано с Арпхуджей. Это позицию, которую он отстаивает. Ну, соответственно, в любом случае, все это разное обозначение. Никакого отношения к царству VII века царя Джая Наги не имеют все эти политические образования. Следующий Яханнес Курс. У него несколько работ по Шривиджая и Сань Фоци, по ее историографии. Значит, он начинает с того, что известное упоминание посольства 904-х годов Сунши и Дзю Таншу в старой истории империи Тан. Это поздняя вставка, поскольку, собственно, тексты данные скомпонованы позднее. Дзю Таншу вообще реконструировано в XVIII веке. И может запросто оказаться, что это вставили на основе более позднего текста Джао Жугуа, его Джу Фанжи, который переводил Марк Юрьевич Ульянов на русский. Есть еще одна более интересная у него такая вещь. Это критика понятия МОЛЮ, которое Ферран отразделял с Сань Фоци. Дело в том, что я уже упоминал дату Идзина. МОЛЮ и ГО стало одним из многих ГО в Шривиджае. И откуда взялось МОЛЮ? Это Ферран изменил текст китайских хроник. Он считал, что там опечатка и должно быть по-другому. В тексте Бэньсянь Тункао Ма Дуанлини есть упоминание Сянь Лю. Так вот, иероглиф Сянь Лю Ферран считал ошибкой, заменил его. Это пошло по историографии. Никто же не читал китайских источников, не смотрел, что там. И поверили на слово Феррану сначала. То есть МОЛЮ – это вообще реконструкция. Реконструкция, которую можно принимать, можно не принимать. И понятно, что вот иероглифы Сянь Лю и МОЛЮ, тут видно, какое-то сходство найти можно. Можно, конечно, их перепутать, никто не спорит. Но это требует каких-то доказательств. А для чего это было нужно? Ну, если МОЛЮ стала частью Лефоши, то вот МОЛЮ – это тоже самое МОЛЮ, которое связано с Саньфоци. Тогда получается, что Лефоши Саньфоци – это одно и то же, нормально работает. Ну, так казалось Феррану, и вслед за ним Сёдесу Позднему и Олтерсу, и прочим авторам. Ну, вот Курс считает, что такое отношение к источникам совершенно недопустимо. Вот, Курс отрицает данное уравнение. Дальше. Более того, он отрицает представление о том, что Сянь Лю вообще связана с Саньфоци. Он считает, что это отдельная страна. Отдельная страна. Он предлагает по-другому читать текст Вэньсянь Тункао. Он считает, что упомянутый тут царь с огромным непроизносимым именем – это царь отдельного государства, а не правитель Саньфоци. Соответственно, вот в 961 году Саньфоци там правил Силихуда-Силитянь и посол Лиджиди. А потом, значит, царь Шелиуе и Чаега – это по Сунши, по другому источнику. Вот, значит, отрождествление, которое предложил Сюдес, это вообще один и тот же человек. Вот эти вот два товарища – Шелиуе и этот Силихуда-Силитянь – это один и тот же Шри Удая, детья Варман. Но это тоже надо объяснять, как такое получилось, зачем нужно в одной и той же хронике две разных транскрипции одного и того же имени. Ну, в общем, вопросов много, ответов мало. И идем дальше. А вот в тот же год, тот же год, 961-й, в Инстане Тункао Сяньлю, а в Сунши вообще упоминается страна Шенлю, Шенлю, с одним и тем же именем царя. Но если Сяньлю еще можно как-то свести с Мо-Лю, как думал Ферран, то вот Шенлю, значит, тоже надо исправлять. И получается, что Ферран предложил заменить один иероглиф радиоисторической концепции, чтобы все перепутать. Вот. И мы так продолжаем жить, перепишем, значит, учебники, вот все как есть. Значит, теперь какие итоги можно подвести? Мы с вами уже знаем, и это постоянно встречается в текстах, что 742-й год – год последнего посольства Шелефоши. Итак, первое посольство из Саньфоции, неважно, прав Курс или не прав, бог бы с ним, главное, что, значит, это в любом случае X век, это два с половиной столетия разницы. Мы знаем, что Мо-Лю – это реконструкция Феррана, которую никто не обязан принимать. Но если это так, если это действительно вымысел, то получается, что Мо-Лю из Саньфоции, ну, вообще никак не связан, вообще никак. И это просто разные страны. И вот теперь еще одна концепция, которую предложил Лиам Келли. Первая часть его статьи уже вышла, она опубликована в 2022 году, ее можно скачать на Академии «Rescueing History from Srivijaya». Вторая часть должна, видимо, выйти в пятом номере этого журнала, его, в этом, в 2023 году, но пока ее нет. И вот его идея была такая, что Саньфоции – это вообще анкор. Анкор – это анкор, соответственно, все упоминания о зависимых от анкора странах, которые перечислены в переводе, в переводах наших известных трактатов, той же Джуфанжи, том же Джуфанжи, Жао-Жугуа. Это вообще придется полностью пересматривать историческую географию. Я списался с Марком Юрьевичем, он, правда, сказал, что это просто какая-то критика парадигмы, пока непонятно, что с этим делать. Мне тоже непонятно, я не китаист. Я не могу объяснить и проверить все эти вещи, прочитать сам источники. Но мне кажется, важно познакомить вас с тем, что сейчас представление Шривиджая, классическое, привычное, включенное в учебники, в официальный нарратив как минимум трех государств – Индонезии, Малайзии и отчасти Таиланда – подвергается серьезнейшей критике, серьезнейшей критике. И, возможно, вся привычная нам по учебникам картина радикально не верна. На этом я позволю себе закончить. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Очень интересно. Я, хотя не историк, но это действительно закреплено не только в исторической науке трех государств, но это активно насаждается в школьных учебниках, то есть миллионы людей воспринимают это как данность. У меня одно маленькое уточнение относительно транскрипции и транспитерации. Существует ли какая-то единая принесла хотя бы в историографической традиции системы транспитерирования тех или иных названий, которые вы упоминаете? Существует ли именно эту политику китайские источники? Это большой вопрос. И если с Идзином из Шалифоши еще более-менее можно найти параллели и сказать, что да, на самом деле он, конечно, был в Полимбанге, потому что надпись Талангдуа упоминает буддийские сокровища Триратну, там есть благочестивое деяние создания сада для монахов. Там можно найти подтверждение того, что действительно был буддизм, вот это буддийский центр, он документирован местными письменными, эпиграфическими в данном случае свидетельствами. То есть Шалифоши теоретически скорее может связать со Шрибиджаей, вот известный по малайским источникам. Но можно ли эту самую Шалифоши распространить на несколько столетий и повторять, что вот это царство, возникшее в VII веке, и царство, которое описывается под названием Саньфоци в веке в XIII, это одна и та же полития? Вот это сейчас, по-моему, ну это уже не признавали еще даже до того, как китаисты стали разбираться с иероглифами, с натяжками в отождествлениях, там я не упоминал сегодня, там есть сюжеты, многие опирались на известную книжку Грунефельда, заметки о малайском архипелаге в китайских источниках. Это книжка, которая была опубликована в Батарии в 1876 году, это извлечение из китайских текстов, но дело в том, что Грунфельд значительную часть информации просто пропустил. То есть, если взять полный текст китайского источника и перевод Грунфельда, то там все, ну недостаточно, а он частичный, это выжимка. А для того, чтобы понять, что на самом деле про страну написано, надо читать полностью. Однако никто не читал, ну сюда, в лучшем случае, санскрит знал, но ради исторических реконструкций можно пожертвовать чем угодно. Ну нет, ну какая разница, ну неважно, будем придумывать какие-то громадные вещи. И в итоге вот создали этот миф, эту легенду, о котором Светлана Викторовна сейчас сказала в учебниках индонезийских. Вот, так что какие-то вещи общепринятые. В малайских учебниках, там просто... В малайзийских, да, спасибо, да. Собственно, наследие Шрифиджаи, понимаете... Ну да, ну да, ну да, ну да. Ну да, ну да. Ну да. В старом царе, который базировался на личной индийской письме, то там шел не просто Эльза, нам вообще... Извините, пожалуйста, вы упомянули, наверное, это в своем накладе, но я хотела уточнить, потому что я хотела видеть, и это просто одна из деталей, которые вы уже упоминали. Вы сказали, что Ферран заменил для удобства один из иерогрихов, получилось поэтому одно название вместо другого. А чем было это мотивировано? Напомните, пожалуйста. Спасибо. Ну, смотрите, он... Ему нужно было найти отождествление. Смотрите, вот у нас есть термин шалифоши в китайских текстах у Эдзина. Сказано, что Молуюй Го или Молуюй Джоу стала частью Шрифиджаи. Ну так вот, стал одним из Го Шрифиджаи. Это понятно. Если мы отождествляем саньфоцы с шалифоши, то мы ищем аналог Молуюй в более древних текстах. Не в более древних, простите, в более поздних текстах, потому что саньфоцы это как раз уже второе тысячелетие, больше с 10 века. А его там нет. И вот то, что мы заменили саньлю на Молю, Молю гораздо ближе по звучанию к Молуюй. И мы получили параллель. А потом сказали, о, смотрите, мы же параллель нашли. И это прекрасно работает. Это прекрасно работает, утверждает Феррана в мысли о том, что действительно это многовековая, тысячелетняя история огромного единого государства. Вот и все. Там была простая мысль доказать любой ценой, что это долговременное государство. Не то, что это, на самом деле, несколько абсолютно разных стран в разные времена. Они могли располагаться в одном и том же географическом ареале, но быть разными политеями. Потому что там же все, в малайском мире все подвижно. Там вечно меняются какие-то образования. Особенно в области проливов. Ну, что делать? Чего не придумаешь? Понимаете, если Сюгдес еще не пользовался термином империи, то Ферран его придумал. И с тех пор империя Шривиджая это просто штамп. Пожалуй, да. Если предположить, что это было настолько давно, то можно империю назвать. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый Антон Олегович. И тогда переходим к следующему участнику. Спасибо.